Сегодня у нас в гостях директор Центра творчества ЮРГУ Светлана Филипчев. Здравствуйте! Здравствуйте! Светлана Владимировна, вот уже который год ЮРГУ отходит от официозного празднования 8 марта. Откуда вам пришла такая идея нестандартных шоу? Вы знаете, на самом деле мы очень много лет делали обычные, стандартные концерты, поздравления для женщин на 8 марта. Три года назад у нас родилась идея сделать спектакль с участием сотрудников университета. Именно отсюда уже и пошла традиция проводить на 8 марта нестандартные мероприятия. В прошлом году это были танцы со звездами, конечно, звездами были сотрудники университета, но и в этом году мы повторили вновь этот замечательный опыт, пригласили директоров институтов, начальников служб безопасности, проректора Пахачи, начальника службы делопроизводства, главного бухгалтера. И получилось вот такое замечательное мероприятие, как перевоплощение, именно перевоплощение, шоу перевоплощения «Звезды ЮРГУ». Ну и наши сотрудники вновь в этом году стали звездами. Стана Владимировна, расскажите, а как подбирались образы для участников? Они сами выбирали себе звезду для перевоплощения или все-таки совместно с режиссером? Все образы для участников я выбрала давно, выбрала сама. И надо сказать, что первый сотрудник, на кого я ориентировалась, когда придумывала идею проведения шоу перевоплощения, это была Лидия Камиловна Лободенко, потому что я всегда смотрела на нее, восхищалась ее высокий рост, ее темный волос. Она мне напоминала всегда Лолиту, Лолиту Милянскую. И, в принципе, наверное, даже отсюда пришла идея сделать шоу перевоплощения. Я думала, было бы здорово, если Лидия Камиловна взяла и где-то перевоплотилась, и сделала пародину Лолиту. Но вот отсюда пошла идея, и Лидия Камиловна, наверное, одна из первых, кто согласилась на мой проект, на участие в этом проекте. Далее были некоторые песни, которые мне очень нравились, и мне тоже хотелось бы, чтобы они как-то прозвучали на сцене университета. И здесь я уже подбирала образы. Вот, ну, к примеру, мне очень нравилась песня Стаса Михайлова, и я понимала, что 8 марта без песни «Все для тебя», ну, не может быть праздника. Вот, к сожалению, изначально для кого я подбирала этот образ, человек не согласился, сотрудник сказал, что он психологически пока не готов для участия. Вот, а Дмитрий Владимирович Ульрих согласился, согласился, и здесь, конечно же, уже постарались и гримеры, и постежеры для того, чтобы сделать из него этот образ. Но песню он схватил, образ он почувствовал, он стал победителем приза зрительских симпатий. Женщины, все, кто пришел на наш концерт, были в восхищении, аплодировали стоя, и финальная точка мероприятия была очень яркой. Расскажите, что в планах на ближайшее время у Центра творчества? Работа Центра творчества есть большой один творческий план. И если 7 числа мы закончили проект шоу «Перевоплощение», то 9 марта у нас уже началась «Весна студенческая». «Весна в Юргу» — это локальный этап городского фестиваля «Весна студенческая», он уже стартовал, у нас уже прошел первый отборочный тур. Впереди у нас еще несколько отборочных туров, 14 числа это уже начнутся конкурсные дни, и после того, как пройдет «Весна в Юргу», начнется городской фестиваль. А да, и областной, а потом всероссийский, а потом вручение дипломов, ну и я могу продолжать бесконечно. Это все у нас в планах. Спасибо большое. А я напоминаю, у нас в гостях была директор Центра творчества Юргу Светлана Филипчук.